Добрый день! Сегодня в нашей программе Йога для того, чтобы позвоночник был здоровым. Эти позы, которые я вам сегодня предлагаю, помогут вам разрешить разнообразные проблемы со спиной. Если действительно есть серьезные заболевания позвоночника, можно заниматься с преподавателем под его присмотром. Те, у кого просто спина устает, и вы чувствуете, что вам не хватает правильного движения, могут присоединиться к нашему классу. Позы, которые я предлагаю, достаточно простые и могут выполняться как и самыми начинающими, так и теми, кто уже занимается какое-то время. Первая поза – это субтапаванамуктасана. Лягся на коврик. Нужно лечь так, чтобы все тело у вас было на одной поверхности, по крайней мере, ноги должны быть полностью на коврике. И прежде чем вы выпрямите ноги, отталкиваясь стопами от коврика, направьте весь корпус вверх, чтобы вы почувствовали, как коврик двигает кожу и плоть вашей спины от трапеции к тазу. Затем одну за другой выпрямите ноги, соедините вместе стопы, и, заворачивая бедра внутрь, направляйте внутреннюю часть бедр к полу. В то же время отводите плечи назад, к полу, втягивайте лопатки, расширяя грудную клетку. Теперь, все сохраняя, согните правую ногу в колени и, удлиняя внешнее правое бедро от коленок к тазу, направляйте голову правой бедренной кости в сустав. Переплетите пальцы рук, положите руки на правую голень и слегка надавливайте руками на голень. Но сохраняйте вот это движение, когда вы углубляете тазобедренный сустав правой ноги. Левую ногу хорошо вытягивайте на полу. Плечи назад, грудная клетка раскрыта, шею, лицо, горло расслабьте. Оставайтесь так от 30 секунд до минуты. Затем поменяйте стороны. Правая нога вытянута, левую ногу согните, переплетите пальцы рук, положите руки на верхнюю часть голени. И теперь, заворачивая правое бедро внутрь, прижимайте заднюю поверхность бедра к полу. Удлиняя внешнее бедро левой ноги, углубляйте тазобедренный сустав левый, отводите плечи назад и поднимайте грудину вверх. Живот мягкий, горло мягкое, лицо спокойное. Дышите ровно. Теперь отпустите левую ногу и обе ноги согнув колени, углубляйте сгибание в тазобедренных суставах и положите руки на верхнюю часть голени. Не нужно сильно давить руками на колени. Направляйте седалищные кости вниз к полу и лишь слегка надавливайте руками на колени. И колени немного оказывают сопротивление. То есть вы чуть давите руками на колени и колени чуть давят на руки. Плечи отведите назад, втяните лопатки и раскройте верхнюю часть груди. Полностью расслабьте. Тазобедренные суставы, крестец, низ живота. Теперь опустите стопы вниз и опять полностью расслабьте всю спину. В этой позе можно находиться от 30 секунд до минуты или двух. Следующая поза, которую мы делаем джатара привартанасна. Это еще не полный вариант позы. И вот с целью снятия напряжения в нижней части спины мы делаем вот этот неполный вариант. Вытяните руки в разные стороны так, чтобы ладони были развернуты к потолку и рука была расположена на одной линии вся. То есть плечо, локоть, ладонь на одной линии и руки образуют линию 180 градусов. Прямую линию. Чуть согнув ноги в коленях немного поднимите стопы от пола. Сделайте вдох. И теперь на выдохе, усиливая левую руку на полу направляйте колени вправо. Делайте это до тех пор, пока вы можете удерживать левое плечо на полу. Затем со вдохом вернитесь в центральное положение. И на следующем выдохе направляйте колени влево. Но сопротивляйтесь правой рукой. И хорошо прижимайте всю правую руку к полу. Затем на следующем вдохе вы опять поднимаетесь. И делайте опять движение вправо. Обратите внимание, что происходит с позвоночником. Движение рук и ног создает мягкое скручивание по всему позвоночнику, особенно в средней и верхней части спины. Со вдохом вы опять поднимаете ноги. На выдохе опускаете. Здесь усиливаете правую руку. И теперь со вдохом опять поднимаете. Делаем третий раз. Направляйте колени вниз. И теперь усиливая левую руку на полу, поворачиваете ваш живот справа влево, помогая скручиванию. Как будто вы вращаете правый пупок в левую сторону. Вернитесь к центру со вдохом. И делаем третий раз. Опускаете колени влево. А одновременно направляя живот слева вправо. И хорошо вытягивая правую руку на полу. Теперь вернитесь к центру. Поставьте стопы на пол. И расслабьтесь. И через правый бок, помогая себе руками, поднимитесь. И теперь сядьте в позу, которая называется ваджасана. Для этого нужно соединить вместе стопы, колени, и затем сесть на пятки. Дальше. Из этого положения разведите ноги. Пусть расстояние, на которое вы развели колени, будет приблизительно расширена вашего таза. Прижимайте таз к полу. Прижимайте таз к пяткам. И, сохраняя давление таза в пятке, вы поставите руки перед собой и вытягивайтесь вперед. Делайте это так, чтобы таз оставался на пятках. Не позволяйте ему подниматься. Для этого, возможно, вам нужно немножко отталкиваться руками от пола. Чтобы передать вес в таз. И затем отпустите голову и уроните ее на пол. Отталкивайтесь руками от пола. Передавайте вес в область таза. Старайтесь прижать бедра вниз, чтобы седалищные кости контактировали с пятками. В то же время давайте диафрагму вперед, растягивая весь позвоночник. Ладони хорошо прижаты к полу. Локти прямые. И старайтесь локти от пола поднять. Оставайтесь так минуту или две. Затем поднимитесь. Для следующей позы нам нужна будет стена. И вот у нас есть такая небольшая коробочка деревянная. Но ее можно заменить чем-то другим. Поза называется Адхмухашванасана. И вот этот вариант, который я показываю, поможет освободить напряжение верхней части спины и убрать сутулость. По крайней мере, убрать напряжение из мышц спины, которое часто сопровождает сутулость. Вот на такую коробочку нужно поставить руки, разворачивая пальцы рук и ладони наружу. И вот эта коробочка должна быть устойчивой. То есть будем упираться тут. Затем нужно сделать шаг назад. Расстояние от коробочки до линии стоп где-то метр двадцать, метр тридцать. Это зависит от вашего роста. Теперь прижимаем, как будто я бицепсы направляю от пола, а трицепсы к полу. При этом внутренние локти смотрят друг на друга. Я поставлю стопы вот так вот на мячики стопы, не на пальцы, а на мячики. А пальцы ног вытягиваю вперед. Стопы у меня разведены на ширину бедер или чуть больше. Вначале нужно податься немножко вперед, посмотреть на стену, отвести плечи от головы и создать воздействие на верхнюю часть спины. Теперь на выдохе отталкивайтесь руками и поднимайте таз назад и вверх. А верхнюю часть спины втягивайте. Колени прямые. Все время отталкивайтесь руками и отводите бедра назад, таз назад и вверх. А верхнюю часть спины втягивайте. И постепенно, по мере того, как поза развивается, вы сможете опустить пятки на пол. Но это не обязательно. Главное вначале, чтобы вы почувствовали, что у вас верх спины втянулся. Затем попадайтесь опять вперед, делайте шаг и поднимитесь. Вы можете повторить эту подвину несколько раз. Например, вначале сделать 30 секунд, потом еще раз 30, еще раз 30. Теперь мы опять вернемся к положению на спине. Поза, которую я хочу показать, называется субтападангуштасана. Лягте так же, как это было в начале. И для этой позы нам понадобится ремень. Согните ногу в колени, положите ремень на стопу. Захватите ремень так, чтобы ваша нога была перпендикулярна полу. Не нужно сильно тянуть ногу на себя. Левую ногу вытяните на полу, как субтападангуштасане. Заворачивайте левое бедро внутрь и старайтесь прижать бедро к полу. Ремень положите на середину свода стопы. Руки прямые. Плечи отводите назад. Вверх руки вращайте изнутри наружу. Теперь внутренний край правой стопы подавайте вверх, а внешнее правое бедро удлиняйте от колена к тазу, так, как будто вы хотите вставить кость бедра глубже в сустав. Как будто кто-то давит вам на правую стопу, и правый таз хорошо прижимается к полу. Обе ноги сильные. Плечи назад, грудину вверх. Делайте акцент на внутреннее бедро левой ноги, которая идет к полу, и на внешнее бедро правой, которая тоже идет к полу. Теперь поменяйте стороны. Левая нога вверху, правая внизу. Заворачивайте правое бедро внутрь, направляйте внутреннее бедро к полу. Направляйте внутренний край левой стопы к полу, и внешнее левое бедро направляйте вниз к тазу и к полу. Плечи отведите назад. Руками вы тянете ремень, стопой вы тоже толкаете ремень. Ноги хорошо работают. Живот, шея, лицо полностью расслаблены. И еще раз делаем. Поменяйте ноги. Заверните опять левое бедро внутрь. Вытягивая левую ногу, сильнее прижимаете пятку левой ноги, бедро левой ноги. На правой ноге внутренний край стопы вверх. Внешнее правое бедро. Удлиняйте от колена к тазу. И отводите внешнюю часть правого таза, наружу и вниз. Ноги хорошо работают, живот расслаблен, дышите спокойно. Конечно, вы, наверное, чувствуете вытяжение задней поверхности ноги. Но это как раз то, что нужно. Это и убирает напряжение из позвоночника. Теперь правое бедро заворачивайте внутрь. Прижимайте заднюю поверхность правой ноги к полу. Внутренний край левой стопы от себя. И внешнее левое бедро наружу и вниз. Плечи отводите назад. Живот мягкий. Грудь хорошо раскройте. Дышите ровно и спокойно. Теперь опустите ноги. Теперь мы сделаем то же самое, но двумя ногами. Нужно положить ремень на стопы, сделать угол 90 градусов. Очень важно, если есть проблемы со спиной, не пытаться притянуть ноги слишком сильно. Так, чтобы нижняя часть спины отрывалась от пола. Очень важно, чтобы весь позвоночник у вас точно лежал на полу. То есть седалищные кости к полу. Плечи отведите назад. Ноги хорошо выпрямите. Теперь внутренние края стопы поднимайте вверх. Удлиняйте передние бедра от коленей к тазу. И старайтесь весь позвоночник опустить на пол. Эта поза называется урда-бразаида-падаса на 90 градусов. Но в этом варианте, особенно для начинающих, может оказаться сложно почувствовать облегчение в спине. Поэтому я предлагаю вариант у стены. Он подойдет абсолютно всем. Нужно просто подойти к стене, которая свободна. И вот так вот сбоку, подвигая таз ближе к стене, лечь. Таким образом, чтобы вся задняя поверхность ног от седалищных костей до пяток у вас оказалась на стене. А весь позвоночник, абсолютно весь, был на полу. Теперь заворачивайте бедра внутрь и пытайтесь внутреннюю поверхность бедер прижать к стене. Часто это не получается вначале, но со временем это движение приходит. Если вы чувствуете, что таз отъезжает от стены, значит нужно, отталкиваясь руками, пытаться придвинуться глубже. Подтягивая коленные чашечки, удлиняйте передние бедра от коленей к тазу. И вот эту верхнюю часть бедра тоже пытайтесь направить глубже в угол между стеной и полом. Раскрывая хорошо подошвы, вытягивая пальцы ног, направьте внутренние края стоп от себя, а внешние на себя. Все кости ног максимально направляйте к стене. И наблюдайте воздействие на позвоночник. Чем лучше у нас работают ноги, тем больше расслабляется живот и низ спины. Теперь вытяните руки на полу, разворачивая ладони к потолку. Когда вы вытягиваете руки, старайтесь не поднимать плечи, не поднимать трапеции. Шея абсолютно свободна. Почувствуйте, как все кости рук, запястья, локти, кости низа и верха руки, все эти кости тоже хорошо идут к полу. Так же, как кости ног идут к стене. Теперь создавайте действие в руках и в ногах, а все остальное расслабляйте. Наблюдайте, как это действие в конечностях отражается на вашем позвоночнике. Можно вытянуть руки и ноги, задержать так несколько секунд, потом отпустить. Расслабить живот, шею, лицо. Потом опять вытягивать руки и ноги. Наблюдая, что происходит в позвоночнике, что происходит в области живота и грудной клетки. Потом опять отпустить. И еще раз. То есть здесь важно не просто лежать, а именно создавать вот эту вот работу. Создавать пространство, вытягивать руки и ноги. Потом отпустить. И здесь же, коли уж мы оказались в таком положении, можно сделать такую вариацию. Сохнуть ноги в коленях, привести стопы к тазу. У кого-то получится вот такое расстояние, кто-то сможет ниже опустить. Важно, чтобы ягодицы не уезжали от стены. И затем, отталкиваясь стопами друг от друга и внешней частью стоп от стены, внешними пятками от стены, удлиняйте внутренние бедра и направляйте колени к стене. Ну, если, например, мы будем толкать колени, это будет таким физическим раскрытием, достаточно грубым. Лучше, когда вы создаете вот это вот действие только движением ног, не прилагая к этому постороннюю силу. Вот, видите, я сейчас отталкиваюсь и направляю колени сюда. Это хорошо освобождает нижнюю часть спины, крестится копчик. И вторая вариация, которая тоже может подойти, Вот, когда вы чуть-чуть разведя стопы, вот так вот ставите стопы на стену, колени у вас оказываются близко к груди, а ягодицы по возможности не отводите от стены. Ну, они могут отойти, но совсем чуть-чуть. Вот эта вариация тоже хорошо освобождает поясницу и нижнюю часть спины. Вот предыдущие больше копчик и крестец, а это больше поясницу. Ну, после того, как вы это сделали, здесь, кстати, еще вот такие можно делать, такие. После того, как вы это сделали, вы отъезжаете от стены, отъезжаете, поворачиваетесь на бок, садитесь. И теперь мы перейдем с вами к заключительной части нашего занятия, а именно к расслаблению. Поза, которую мы называем шавасана. Я предлагаю использовать вот такой вот болстер для того, чтобы поясница расслабилась лучше. Когда мы ложимся просто на пол, часто поясница прогибается и не чувствует опоры, не чувствует отдыха. Я предлагаю положить болстер под колени и даже скорее не под колени, а под верх, под нижнюю часть задней поверхности бедра. Ну, это выглядит как под колени. На самом деле, болстер оказывает опору вот сюда. Вот сюда. Вот. Вот я ложусь таким образом. Я сдвигаю себя на коврике так, чтобы кожа спины двигалась к тазу. Плечи я отвожу назад. И разворачиваю ладоник к потолку. Вот так вот располагаю руки недалеко от таза. Важно, чтобы голова не была запрокинута. То есть вот я положила голову так, чтобы подбородок и лоб были на одной линии. Если это сложно, то под голову нужно что-то подложить. Затем нужно закрыть глаза и полностью расслабиться, с каждым выдохом отпуская себя все больше и больше. Вы можете оставаться в шавасане 5-10 минут, наблюдая за дыханием и поочередно расслабляя все части тела. Затем откройте глаза, повернитесь на правый бок и сядьте. На этом все. Спасибо.